Преступление ходить на работу больным, так считают врачи. Ведь сейчас, когда эпидемия гриппа уже на пороге, это может существенно ускорить ее приход. Кто сегодня нуждается в особенной защите от инфекции, расскажет Ольга Кузакова. О всех болезнях в семье расспросят, ничего не упустят, ведь речь идет о здоровье будущей мамы. Сейчас о состоянии у пациентов в областном перинатальном центре особое внимание, ведь во многих регионах России уже бушует грипп. В нашем пока все в пределах нормы. Тем не менее, беременные всегда в группе риска. Мы сейчас даже в определенной степени ограничиваем посещение женской консультации, консультативных приемов. То есть, повторно назначаются только те беременные, которые крайне нуждаются в наблюдении врача, либо по своему состоянию здоровья, либо по состоянию особенностей течения беременности. Сейчас коридоры обычных поликлиник не переполнены. До эпидемии далеко ее ожидают в начале февраля. За эту неделю зарегистрировано более 15 тысяч заболевших ОРВИ. И 4 случая свиного гриппа. Наученные горьким опытом, доктора его диагностируют и лечат оперативно. Штамм гриппа практически не изменился, аж 1 на 1. То есть, это не новость, как в 2009 он пришел. Сейчас этот штамм был включен в вакцину. То есть, те люди, которые у нас более 700 тысяч населения людей привилось в Иркутской области, то есть, эти люди защищены. И даже если они заразятся, то течение болезни пройдет гораздо легче. Тем же, кто вакцинацию не прошел, врачи рекомендуют при любых признаках болезни сразу вызывать врача. Избегать людных мест, чтобы не заразить других людей. А главное, следовать элементарным правилам гигиены. Всем хорошо известно, что от инфекции может защитить вот такая простая маска. Но на самом деле не все помнят, что ее нужно менять каждые 3 часа на новую. И тогда вот такой очень простой предмет действительно сможет защитить вас от серьезного заболевания. Ольга Кузакова, Сергей Полянский. Новости по будням.